Так началось наше путешествие на крайний север. Снежная дорога петляла между сказочных деревьев. А за окном машины приветливо подмигивает солнышко. Так мы доехали до населенного пункта Красная Горка. Красная это, конечно же, от слова красивая. Но она, собственно, и оправдывает свое название. Посмотрите, какие прекрасные зимние пейзажи. Белая береза. Именно, мне кажется, про такую березу Есенин написал свое стихотворение. Бескрайние поля. Так мы попали в разрушенный монастырь. На стенах можно видеть фрески. Но сейчас это квадраты, потому что все в иней. Летом, конечно, их можно разглядеть. Но виды, конечно, потрясающие. Посмотрите вокруг. Вживую это, конечно, производит еще большее впечатление. А здесь похоронен князь Голицын. И памятная табличка имеется. После посещения Красной Горки мы отправились на турбазу Голубина. Так как были записаны на экскурсию по пещерам. Ледовое царство. Вот мы, собственно, идем к самим пещерам. Посмотрите, какие прекрасные зимние пейзажи. Я, наверное, не устану это повторять. Это озеро. И зимой, собственно, мы идем по самому озеру, занесенному снегом. Вокруг скалы. Деревья зимние прекрасные. А вот и одна из пещер. И дно ее покрывает прозрачный лед. В теплое время года. Тут, конечно же, протекает водоем, озеро. В общем, летом туда не попасть. Да, это я счастлива в пещерах. Посмотрите, какие скалы, деревья. И опять мы возвращаемся к льдам, к прозрачным льдам. И здесь можно разглядеть. Пещеры, конечно, можно посетить и самостоятельно. Но лучше все-таки взять проводника, опытного проводника на турбазе. Потому что были случаи, когда даже туристы в группе отставали. И хорошо, что про них знали. И шли искать. Потому что заблудиться там очень просто. Эти пещеры Архангельской области, они одни из самых протяженных. Но очень красивые. На сводах пещеры можно увидеть вот такие вот, как пятнышки на рост. Их называют в пещерах цветами. Это ход, который вода начала точить еще задолго до нашего появления. И, в принципе, за человеческую жизнь не успевает новый ход образоваться. То есть на образование какого-то нового входа в пещере необходимы сотни лет. Такие вот скалы, природная красота. Еще раз повторюсь, что видео, конечно, не передает всей красоты. Когда ты видишь это вживую. Просто даже представить себе не можешь, насколько природа может создать такое. Полный восторг. Засняла вот такие сосуль. Обратите внимание, они плоские. Похожие на какие-то складки ткани даже. Это самая теплая пещера. Поэтому на входе тут есть очень красивые украшения из замерзшего снега. Похожие на какие-то кораллы даже. Вот такая вот красота. Это наш экскурсовод показал как раз такие вот отверстия, которые вода начала протачивать еще задолго до нашего появления на планете Земля. И только после нашего уже исчезновения с нее может образоваться новый вход в пещеру. Честно говоря, даже не знаю, что еще и говорить. Тут только смотреть. Смотреть и удивляться красоте, могуществу природы, ее силе. Вот, посмотрите. Прям как будто из ткани. Это так замерзла вода. Вот эти вот, да, в пещере сосули. Первый раз я такое видела. Поэтому засняла, чтобы показать всем, кто посмотрит это видео. А это уже ледяные наросты во всю высоту пещеры практически. Очень много есть обломанных этих ледяных наростов, потому что люди ходят и обламывают. А это уровень воды. Посмотрите, вот верхняя кромка грязная такая, да. Сейчас я пальцем покажу. Вот досюда. Досюда доходит вода. А я сейчас стою, вот примерно вот здесь моя голова. То есть, представляете, сколько тут воды летом. И поэтому, естественно, попасть летом сюда нельзя. Только зимой, только несколько месяцев, три или четыре месяца зимних, можно сходить на экскурсию именно по этим пещерам. Вот мы уже возвращаемся назад. А я все не могу остановиться, снимать прекрасную природу нашего зимнего севера. Но, вам честно скажу, там весной, летом, да, в теплое время года тут ничуть не хуже. И я думаю, что, надеюсь, что у меня получится вернуться еще сюда летом и поснимать эти пейзажи уже в ином природном состоянии. Это мы пришли на водопад, который не замерзает и зимой. А вот сегодня было на улице где-то 20-25 градусов. Вокруг скалы. Вот. И, как и во многих местах, да, есть такое, что водой из этого водопада умываются и пьют ее, загадывают желание. И мы уже возвращаемся. Возвращаемся к машине и едем домой. Алистинка, это пока. Алистинка.